В республику приходят внеземные технологии. Глава Чуваши Михаил Игнатьев обсудил вопросы взаимодействия с руководством российских космических систем. Какие проекты договорились реализовывать партнеры? С подробностями Дмитрий Ковалев. Это еще один шаг в цифровом развитии региона. Российские космические системы должны создать универсальную платформу управления экономикой республики. Начало совместной работы скрепили подписями в соглашении между Кабмином и Холдингом РКС. Российские космические системы выступают оператором национальной сети высокоточного позиционирования. Благодаря сотням станций повышается качество спутниковой навигации. В рамках проекта в республику будут поступать геоинформационные данные из космоса. В рамках нашей компании находится научный центр оперативного мониторинга Земли. В ближайшее время, я думаю, он трансформируется в национальный центр. Оперативного мониторинга Земли. И мы получили поручение год назад от президента Российской Федерации приступить к реализации проекта «Цифровая земля», то есть «Цифровой двойник». Мы можем еще предложить различные сервисы, которые нужны городскому хозяйству. Это и цифровое проездное управление транспортом. У вас очень много информации, которые на сегодняшний день мы не используем, по сути дела, в реальном секторе экономики. Нам как раз очень важно иметь все те данные, обратные связи. 26 числа проходил у нас совет и глав региона Приворско-федерального округа при полномочном представительстве. И как раз Игорь Анатольевич Комаров остановился, что нужно взаимодействовать с космосом, с данными. РКС и правительство региона создадут дорожную карту проекта. Его реализация начнется в следующем году. Республики предоставят доступ к данным спутниковой навигации и технологиям дистанционного зондирования Земли. Особое внимание уделяется развертыванию сети центров компетенции в сфере использования РКД. Вот эти центры компетенции, они как раз и должны быть в регионах. Роскосмос на основании постановления правительства обеспечивает организацию информационно-аналитическое обеспечение работ, проводимых в области использования результатов космической деятельности. Возможностям космических систем на Земле нет границ. При поддержке РКС в республике запустят пилотные проекты мониторинга сельского и лесного хозяйства, управления транспортом, борьбы со стихийными свалками, а также контролем за землями и госимуществом. Аналитика ресурсов региональных, она позволяет принимать другие управленческие решения. Вот с Москвой начали разбираться, есть поробочный билет, а общий объем лесного хозяйства уменьшился на 10% за год. Что оказалось? Они просто вырубают и ничего в этом месте нет посадок. Мы в республике создали единый информационный ресурс с учетом земельских основного значения, с учетом брошенных земель, без хозяйных земель. Нам удалось зарегистрировать за муниципальные собственности, и муниципалитеты сегодня как раз налог на имущество на земельные участки, аренда 100% на уровне муниципалитета остается. В федеральном холдинге отмечают, что данные из космоса необходимы для повышения эффективности управления экономикой региона. У нас появляется облако. Все эти данные будут выкладываться в облако. Каждый регион будет иметь возможность через свой IP-адрес, только он сможет заходить в это облако. И мы вам даем объективный контроль. Вот что у вас и что у нас, и только вы. А почему региональный центр должен быть? Тогда это ваша информация, ваши аналитики. Вопросы развития регионов в Москве обсуждали и члены правительственной комиссии. На повестке дня проект федерального бюджета на три года вперед. Министерство финансов планирует увеличить дотации субъектам. Чувашия должна получить порядка 12 миллиардов рублей. Еще одна тема – реализация национальных проектов. В приоритете развитие культуры, науки, медицины, цифровой экономики, а также поддержка малого бизнеса. Наша задача сейчас между первым и вторым чтением сейчас доработать уже с субъектами Российской Федерации. Все наши свести проекты, федеральные проекты, довести до субъектов Российской Федерации. На исполнение указов президента в республику в следующем году поступит более 7 миллиардов. Как реализуются национальные проекты на местах в правительстве России, намерены мониторить ежедневно. Самое главное, чтобы те цели и задачи, которые поставлены в указе, были распределены по каждому субъекту Российской Федерации. Вот это основная наша задача. Времени мало. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.